Всем привет! С вами снова Данил Букреев и этот небольшой, но полезный видеоурок я создаю по просьбе просящих, так скажем. То есть люди просят, люди спрашивают, задают много однотипных вопросов и поэтому сегодня я расскажу о статусах посылок на Алиэкспресс, которые присваиваются посылкам после оплаты их. И расскажу немножечко об отслеживании, то есть как лучше отслеживать, что это все обозначает. И просто поделюсь немножечко еще своим опытом. То есть начнем мы с того, что мы оплатили уже посылку, все, то есть да, и она сразу переводим на русский, чтобы нам было удобно, пользуемся Google Chrome и сразу же, как вы видите, посылка имеет статус, ваша компенсация проверяется. То есть многие волнуются, многие спрашивают и хочу вам сказать, что в этом нет ничего страшного. То есть просто проверяется ваша компенсация в течение 24 часов. То есть в течение 24 часов она проверится и после уже посылка перейдет в новую фазу ожидания отправки продавцом посылки. То есть не волнуйтесь, этот таймер в принципе для нас не опасный, просто проверяется наше, то что мы купили, перевели деньги, наша компенсация. Видимо это в целях безопасность. Следующая фаза это ожидание отправки. То есть сейчас продавцу дано время на то, чтобы он отгрузил мою посылку, то есть отправил. Например, у этого продавца еще осталось 9 дней для отгрузки моей посылки. У разных продавцов это время бывает разное, да, то есть может быть от 2 там дней до 15, ну и то есть до бесконечности, как продавец захочет его поставить. В принципе эта фаза тоже для нас не очень опасная. Почему? Потому что если таймер истечет, время закончится, то деньги должны перевестись нам на карту или на то место, откуда мы платили. То есть если продавец успешно отправляет товар, то мы получаем уже следующий статус посылки, товар ожидает принятия. То есть это уже более опасная, так скажем, фаза. Почему? Здесь уже нужно следить за самой посылкой, за таймером, за нашим. То есть продавец уже отгрузил, продавец нам дал, как вы видите, трек номер, да. И тут уже нужно следить. Нужно следить за таймером. Почему? Потому что уже, как я повторял, если ваша посылка не пришла и таймер истек, то деньги автоматически переводятся продавцу. То есть нужно следить за таймером. Если на таймере осталось 5 дней, 10 дней, а у вас какие-то проблемы с посылкой, она или не пришла, или пришла в плохом состоянии, открывайте спор. Не тяните, потому что если таймер закончится, такой возможности у вас не будет. Спор можно открыть, по-моему, с 4 дня, как товар был отгружен, или с 5, и до конца, да. Но я советую с этим не тянуть, но и тоже не злоупотреблять открытием споров лишний раз. Сильно не нужно волноваться и беспокоиться, но нужно быть очень внимательным. Потому что очень многие люди мне пишут, которые просто им запудривали продавцы мозг о том, что ой, все нормально, все нормально, не открывайте спор, а не слушали. И просто потом денежки уходили, так скажем, продавцу, да. Поэтому я вам советую следить за этим таймером, это мой основной совет. Если время подходит к концу, и у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь ко мне, или попытайтесь их решить сами. У меня в группе есть такая функция, в помощи решения споров. Или если какие-то мелкие вопросы, мы с вами сможем их обсудить просто так. Вот, в принципе, насчет тех видов статусов этих посылок, которые я вам показал, все, да. То есть, после того, как вы получили посылку, вы ее подтверждаете, оставляете отзыв, или если что-то с ней не так, вы можете открыть диспут. И если поврежденный товар, или что-то, какие-то либо проблемы, вы сможете уже возвращать свои денюжки. В общем, еще раз, я ставлю ударение на том, что следите за таймером. Главное, чтобы время не вышло. Если время выйдет, деньги автоматически переводятся продавцу. То есть, если, например, все нормально, посылка идет, но просто не хватает времени, она задерживается на таможне, или еще где-то. Заранее поговорите об этом с продавцом. Скажите ему, что вы волнуетесь, скажите, чтобы он продлил время. Продавец может продлить время. То есть, если с посылкой все нормально, то есть, просто она задерживается, просто она долго идет, тогда просите продлевать время. Время. Продавец обязан это сделать. Если он отказывает это сделать, открываем дисп. То есть, время по вашей просьбе должно быть продлено. В принципе, в плане статусов, наверное, точно все. И теперь про отслеживание. Многие спрашивают, сколько должна быть отслеживаться там посылка, с какого времени. Я вам скажу так. Последнее время посылки начинают с простых сайтов, таких как PostTracker.ua, отслеживаться совсем не сразу. А буквально там... То есть, с 20-го, с 15-го, с 10-го дня, да? То есть, не нужно... Не нужно сильно паниковать. Не нужно сильно паниковать. Но нужно следить за своими посылками, потому что бывает всякое. Бывает, что продавцы, так сказать, врут, да, что отправили. Или дают липовый трек-номер. И поэтому я вам советую следить за своими посылками. То есть, через трек-коды вы смотрите, где находится ваша посылка. Вот я вам под видео прикреплю три сайта. То есть, обычно посылка проходит какой путь? Посылка поступает на почту Китая. Обычно так бывает. Бывают разные ситуации. Бывают разные проблемы. Но чаще всего посылка поступает на распределительный пункт, поступает на почту Китая. Герметизация. Потом отправка из Китая. Потом уже, если вы через что-то простое отслеживаете, через поштрекер, например. То есть, она поступает... Например, если вы живете в Украине, посылки проходят все через Киев. То есть, она поступает в Киев. Проходит три дополнительных цеха распределительных в Киеве. И после этого она посылается в ваш город, в главный главпочтам в вашем городе. И после этого уже на ваш индекс. То есть, по Украине это довольно быстро происходит. Но многие все равно волнуются, говорят, ой, не туда, не туда пришла, не туда. Если посылка приходит не на ваш индекс, и написано, что она вручная или ожидает получения, но не на вашем индексе, открываем спор. То есть, внимательно следите за своими посылками по трек-номерам. Если посылка не отслеживается в течение 10 дней, 12 или более, пишите продавцу, спрашивайте, консультируйтесь. И в первую очередь советую вам проверять вот здесь. То есть, здесь, на этом сайте, то есть, показано, куда посылка, по крайней мере, отправлена. То есть, вот, например, вобьем трек-код и вообще посмотрим, видно ли эту посылку уже сейчас. Хотя она заказана совсем, ну, недавно, да. То есть, вы видите, обрабатывается. Да, то есть, написано, что моя посылка отправлена в Украину. То есть, я уже знаю, что, по крайней мере, в Украину она отправлена. И вот эти слова обычно обозначают то, что она находится на герметизации, ну, то есть, в обработке. То есть, в следующие статусы нужно уже следить. То есть, чтобы она шла конкретно к вам. Раньше времени не паникуйте. Если что, спрашивайте у меня. Я постараюсь вам подсказать. Если какие-то мелкие вопросы, я постараюсь вам подсказать. В принципе, я даже не знаю, что же вам сказать еще про отслеживание. Вот этими тремя способами отслеживания я пользуюсь и слежу за своими посылками. Но я вам так скажу, все приходит с опытом, да. То есть, с опытом вы понимаете всю эту систему, понимаете, как посылки должны проходить, что опасно, что не опасно. То есть, тут нужен опыт заказов. И тогда все будет на автомате и намного легче, да. То есть, у меня тоже все проходит на автомате. Я слежу за своими посылками и сразу вижу, где есть подвох, где нету подвоха, где продавец как-то пытается лукавить, а где он честен со мной и просто на самом деле какие-то проблемы получаются. То есть, в Китае люди тоже не роботы, они совершают ошибки. Они могут дать не тот трек-номер. Буквально недавно была ситуация, даже могу показать вот с вот этой вещью, с корсетом. Заказывала девушка в Киев, да. И дали нам не тот трек-номер. То есть, по трек-номеру сейчас вот этот корсет, по трек-номеру, который нам дали, он полетел вообще в Японию куда-то, вообще не туда. То есть, да, я связался с продавцом, он слезно просил извинения, сказал подождать чуть-чуть и продлил время. И то есть, мы подождали и на самом деле он дал нам еще новый трек-номер, который как бы он перепутал просто, да. То есть, дал нам наш трек-номер и по нему все отследилось и все пришло ровно как он сказал. То есть, да, бывают честные продавцы, вот такие, которые совсем не обманывают, но не стоит быть доверчивым. То есть, общайтесь с ними и все равно, если у вас какие-то есть подозрения, не дайте таймеру закончиться. Если посылка не у вас в руках, не дайте таймеру закончиться. Только если вы получили посылку и все вас устраивает, тогда мы подтверждаем заказ. Не давать таймеру заканчиваться, это главное, что нам нужно, да. То есть, только после нашего положительного, нашего положительного отзыва о посылке и тому подобное, мы подтверждаем ее, да. То есть, со спокойной душой. Вот, в принципе, наверное, все, что я на сегодня хотел вам сказать. Нельзя, понимаете, нельзя сразу такой объем информации сразу донести до вас, потому что ситуация каждая по-своему уникальна. Но старайтесь аккуратно просто к этому относиться, внимательно. Вначале будет, да, это хлопотно следить за посылками, проверять или еще что-то. А потом это все станет на автоматизм и вы будете просто понимать, что если посылка не отслеживается 30 дней в Китае, там, вообще ее не видно нигде, вообще ни на одном сайте, то пора открывать споры. А будет понятно, где она отслеживается, не отслеживается довольно долго, но продавец честен с вами и стоит чуть-чуть подождать. То есть, тут тонкая грань, я вам скажу, поэтому будьте очень аккуратны. С вами был Данил Букреев. Смотрите мои видео на моем канале, подписывайтесь. И впереди нас ждет очень много полезной, качественной информации для вас. До свидания.